В этом видео хочу поделиться с вами рецептами полезных завтраков. Покажу, как приготовить шоколадный овсяноблин с бананами и мягким творогом, который по вкусу напоминает шоколадные пирожные с банановой прослойкой. Нежные и пышные японские пп оладьи, которые можно подать с сахарной пудрой и ягодами. А также воздушные брауни, которые готовятся всего 5 минут в микроволновой печи. Чтобы приготовить овсяноблин, нужно сначала измельчить овсяные хлопья в блендере или кофемолке в крупную крошку. Пересыпать измельченные хлопья в глубокую миску. Добавить какао, крупное куриное яйцо. Влить молоко любой жирности. Вместо молока можно взять кефир. Тщательно перемешать венчиком, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. На разогретую сковороду влить чуть-чуть растительного масла и смазать силиконовой кисточкой. Вылить тесто. Распределить по всей поверхности и жарить 2-3 минуты. Перевернуть блин на другую сторону и обжарить еще 2 минуты. При подаче одну половину блина смазать мягким творогом. Выложить нарезанный кружками банан или любые другие фрукты по вкусу. И накрыть второй половинкой. Лучше делать это, пока блин горячий. По желанию овсяный блин можно полить медом. Для приготовления оладий в глубокую миску поместить мягкий творог. Я использовала 0% и крупное куриное яйцо. Тщательно взбить венчиком. Добавить подсластитель, соду и рисовую муку. Еще раз перемешать. На разогретую сковороду влить немного растительного масла и смазать силиконовой кисточкой. Выложить тесто на сковороду. На один оладушек 1 столовая ложка теста. Накрыть крышкой и готовить на минимальном огне примерно 2 минуты. Далее выложить на каждый оладушек еще немного теста и снова накрыть крышкой. Жарить еще примерно 2 минуты. Затем аккуратно перевернуть оладушки и обжарить еще пару минут. Готовые пышные оладушки выложить на тарелку и украсить по желанию. Я посыпала их сахарной пудрой и подала с ягодами. Приятного аппетита! Чтобы приготовить пепе-брауни, в глубокую миску необходимо поместить кусочки банана. Влить молоко любой жирности и добавить крупное куриное яйцо. Пюрировать погружным блендером до однородного состояния. Добавить рисовую муку, какао и разрыхлитель теста. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Формочку, в которой будет готовиться брауни, смазать небольшим количеством растительного масла. Вылить тесто в формочку и отправить в микроволновую печь примерно на 5 минут при мощности 800 Вт. Аккуратно достать брауни из формочки, посыпать какао или украсить по своему желанию. Приятного аппетита!